Вы, наверное, много раз видели белые полоски на грудках куриного филе и просто не обращали на них внимания. Но наука говорит, что это первый признак мышечной недостаточности курицы. Есть такое мясо опасно, и в последнее время это становится большой проблемой. Эти белые полоски идут обычно параллельно мышечным волокнам. Если вы видите кусок мяса курицы с такими прожилками в грудинке, это означает, что курица болела от того, что всю жизнь провела в неподвижном состоянии. Ни для кого не секрет, что на птицефабриках кур активно снабжает комбикормом с добавками и иногда гормонами роста. Эти волокна – первый признак того, что цыпленок рос слишком быстро. Мясо из таких кур и петухов не такое нежное, не очень приятное на вкус, жирное и не так хорошо впитывают подсолнечное масло. Ну и, конечно же, такой способ разведения птиц – настоящее издевательство над животными. Во многих странах производители курятины уже переживают от того, что покупатели всё чаще от него отказываются. А отказаться от такого метода выращивания нельзя, это означает потерю прибыли для инвесторов и потерю рабочих мест для всех сотрудников птицефабрик. В чём же главное отличие такого мяса от нормального? Согласно данным исследований, опубликованным в итальянском научном журнале о животных, мясо с такими прожилками обычно есть просто вредно. Содержание жира в нём выше нормы в среднем на 200%, а количество белка почти в два раза меньше. Курица, из которой был вырезан такой кусок, страдала от мышечной дистрофии. У неё был ослаблен иммунитет, из-за этого она часто болела, и, возможно, её недолгую жизнь поддерживали за счёт невообразимого количества антибиотиков. Ещё одно исследование провели специалисты Университета штатов Арканзас и Техас. На этой фотографии три образца куриного филе с нормальным, умеренным и обильным количеством белых полос жира. Мясо первого образца нормальное. Мясо вида Б часто попадает на прилавки, но нам нужно избегать её любой ценой. А вот мясо, как на третьей картинке, не продаётся. Его используют для создания колбасы, сосисок, наггетсов и так далее. Как же такое стало возможно? Учёные считают, что всё дело в том, что как работает спрос и предложение. Спрос на курицу растёт быстрее, чем готово расти производство. Рынок дешёвого белка поощряет фермеров производить больше птиц за меньшее время. Поэтому в следующий раз при покупке куриного мяса рекомендуем вам смотреть не только на срок годности, но и на его внешний вид. Продолжение следует... Продолжение следует...